Всем привет! Меня зовут Дмитрий Рогачев. Добро пожаловать на мой канал! 3 августа 2019 года на карте поездов «Ласточка» появятся новые остановки. Два из трех поездов, следующих из Санкт-Петербурга в Псков под тепловозной тягой, по выходным будут ходить до станции Печоры, а поезд Псков-Петрозаводск меняет свой маршрут движения. Об этих изменениях мы с вами сегодня и поговорим. Тем более, мне есть что рассказать вам о трех новых остановках поездов «Ласточка». И учитывая то, насколько удобно использовать «Ласточки» для туристических поездок в течение одного дня, я считаю, что это будет очень интересным вариантом для того, чтобы вы могли открыть для себя новые места на карте России. Путешествие одним днем в Печоры может быть очень интересным вариантом. На одной «Ласточке» поехать из Петербурга утром, на другой уехать в Петербург вечером. И это на самом деле очень удобно, но придется немного прогуляться от самого здания вокзала до входа в Печорский монастырь, ведь именно он является основным центром туризма в этом городе. Прогуляться от вокзала до монастыря придется с полчаса. Перед входом вас встретят многочисленные торговцы, ведь это место крайне популярно у туристов, причем не только верующих, но и у тех, кто ценит историю. Первое впечатление от монастыря крайне необычное – приходится спускаться вниз. В отличие от монастыря, чье расположение и стены можно было сравнить с крепостью на высоте, этот расположен в низине. Связано это с его историей, ведь она началась буквально под землей в пещерах. Согласно монастырской летописи, в 1470 году в находящейся здесь пещере поселился священник Иоанн, ранее служивший в церкви великомученика Георгия в Юрьеве-Ливонском, Дерпте, ныне эстонский город Тарту. Рядом с Богом, сданными пещерами, он ископал пещеру, в которой устроил церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, освященную в 1473 году. В его трудах ему помогала супруга Мария, принявшая иноческий постриг с именем Васса. После ее кончины Иоанн принял постриг с именем Иона. Иван Дементьев передал участок земли инокам, и вскоре вокруг храма образовалась маленькая обитель. Пещеры стали кладбищем для иноков. Кстати, Эстония сыграла важную роль в жизни монастыря и позже. С 1920 года пещеры были частью независимой Эстонии, что спасло монастырь от советского уничтожения всего религиозного, позже в составе Эстонской ССР. Я думаю, это и стало одной из причин, почему пещерский монастырь остался цел и даже считался практически на равных строится Сергиевой Лаврой, той самой, что сейчас хотят сделать православным Ватиканом. Кстати, здесь за богатым оформлением спрятана часть исторического оформления. Огромное спасибо монастырю за то, что показали нам фреску 16 века, которую обычные верующие не видят. И в целом я вам так скажу. Я хоть и не верующий, но здесь мне было приятно находиться. Еще приятно удивило, что у монастыря есть не только свой сайт, но и активные соцсети. Не удивлюсь, если прямо сейчас в инстаграме монастыря вы сможете увидеть новые сторис. И все-таки основной ценностью места являются пещеры. Именно с них началась история монастыря, а кем и когда они на самом деле были созданы – большой вопрос до сих пор. Комплекс богом сданных пещер состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры преобразны в плане и имеют протяженность около 15 метров. В них находятся гробницы с мощами преподобных Марка, Ионы, Лазаря и преподобные Вассы. Над гробницей преподобного Лазаря висят его вериги. За ближними пещерами следует дальние, состоящие из семи подземных галерей улиц с пещерной церковью. Говорят, что еще не все пещеры известны и не все изучены. Больше удивляет, что именно здесь, в пещерах, есть не только церковь, но и полноценное кладбище. Здесь захоранивают не только священнослужителей, но и людей, которые помогали монастырю или были связаны с его деятельностью. В пещеры не проводят освещение, сохраняя их историческую ценность, но экскурсии со свечами проходят регулярно. А хотите, еще больше удивлю. 99% людей находятся в церквях и смотрят на монастырь со стороны площади. А попробуйте обойти церкви, и вас ждет... Нет, не обратная сторона, а удивление. Здесь под колокольный звон издают свои звуки аисты. Рядом гуляют косули, а вся территория ухоженная и подходит для людей, желающих побыть в тишине рядом с природой. Одной из промежуточных остановок новой Печорской ласточки станет станция Новый Изборск. Но, к сожалению, Новый и Старый Изборск находятся на очень приличном расстоянии друг от друга, и просто так прогуляться здесь, конечно же, можно, но это займет очень много времени. Ведь крепость Изборск, которая является одним из самых известных туристических объектов всей Псковской области, находится именно в Старом Изборске, а железнодорожная станция в Новом. Несмотря на то, что Изборск везде и всегда называют одним из самых старых городов России, юридический статус этого места звучит очень забавно. Это деревня в городском поселении Печоры. За всю свою историю с 862 года город как только ни называли. Изборск, Изборск, Сборск, Сборц, Изборк, Изборско, Изборовск, Изборск, Изборско. Эстонское название Ирбаска, ведь город был частью этой страны, а потом Эстонской ССР, в течение 25 лет. Но первый город был не там, где расположена крепость, а немного дальше. Согласно книжной легенде 17 века, Изборск был основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя в честь Избора, сына Словена. По словам повести временных лет, в 862 году Изборск достался Трувору, младшему брату Рюрика, который был первым его князем, хотя и недолго, всего два года. С теми временами связано очень много легенд, одна из которых связана с могилой Трувора, где-то здесь, на берегу Городищенского озера. Старое кладбище было рядом, а на новом до сих пор хоронят людей. Впрочем, вернемся к основному туристическому объекту Изборской крепости. Она появилась здесь в первой половине 14 века. Сначала была деревянной, потом каменной. За всю историю ее не раз пытались взять, но не получалось. Были и успешные захваты. В разные годы крепость была в хорошем состоянии, а порой забрасывалась. Ее восстанавливали не раз. Последнее восстановление было совсем недавно, а реставрационные работы ведутся до сих пор. Сейчас уже полностью восстановлен захаб. Это сооружение на входе, состоящее из двух стен. По своей сути, это коридор, в который проходит враг перед попаданием в крепость. Площадь самой крепости невелика, а единственное заслуживающее внимания здание – Никольский собор. Здесь же можно подняться на смотровую площадку на одной из башен или прогуляться по крепостной стене. Открыто для прохода не все, но исключительно в целях безопасности. Кстати, если внимательно присмотреться, в Изборске очень заметно, какая часть стены историческая, а какая восстановленная. Не знаю, хорошо это или нет, решать вам. Я же советую каждому пройтись к Словенским ключам или Словенским. Это несколько источников, которые вытекают из обрыва, сходятся в один ручей и впадают в озеро. Красиво, очень приятный шум воды, но и туристов здесь тоже очень много. Никакого спокойствия или уединения. Но это ожидаемо. Если Псковская ласточка всего лишь продлевается по выходным дням до станции Печоры, то ласточка Псков-Петрозаводск частично меняет свой маршрут движения. На сегодняшний день, на момент записи этого видео, после отправления от станции Псков, поезд следует на север до станции Луга, а потом на восток, через Ботецкую в Великий Новгород. По новому маршруту поезд будет уезжать с Пскова на восток и следовать через Порхов до станции Дно, затем поворачивать на север и через ту же Ботецкую возвращаться на свой старый маршрут в Великий Новгород и дальше. Обещают, что это сократит время в движении примерно на час, но раньше этот поезд шел в одну сторону больше 12 часов, теперь больше 11. Все равно не сказать, что бы очень комфортно, но это добавит возможность туристам посетить город Порхов. Именно о нем я сейчас расскажу, тем более, что здесь дойти от вокзала до центра города гораздо проще. Как вы можете заметить, мы идем по туристическим местам в порядке убывания их туристических возможностей. Печорский монастырь – отлично облагороженное место, и сборская крепость получает большое количество внимания, а вот в Порхове все не очень хорошо. Надеюсь, что все еще впереди. Город Порхов расположился по обеим берегам реки Шелонь, впадающей в озеро Ильмень. Здесь нет красивых набережных около крепости или общего благоустройства, как в Себеже, и в целом городу явно не хватает внимания. А вас я прошу обратить внимание на эту, казалось бы, скромную речку. Местная река знаменита тем, что очень часто выходит из берегов. На этом дереве установлена небольшая схема максимальной уровни воды в реке Шелонь при весенних паводках, по данным Псковского гидрометеоцентра. И вот смотрите. 1964, 76, 70, 2001, 2005. В 2018 году уровень воды поднялся примерно мне по пояс. Вот сейчас я стою. В 2006 уже где-то на уровне головы. А вот там, наверху, за границей подтопления всего города, другие даты, самые верхние, из которых 2013 год. Первая Пороховская крепость появилась в первой половине 13 века. В 1237 году уже упоминалось укрепление из дерева и земли. Нынешняя крепость расположена примерно в километре от той и уже каменная. Первое упоминание именно этой крепости в 1387 году. Крепость небольшая. Я бы даже сказал, очень скромная. Но в ней есть одно большое но. Вместо каких-то многочисленных построек или пустоты с попыткой воссоздать историю, здесь сад. И только небольшая церковь вторгается в это торжество природы и рук человека. С башнями крепости ситуация непростая. Им явно нужно гораздо больше внимания, чем сейчас. А вот с подъемом на крепостную стену, очень большой вопрос. Пороховская крепость сейчас столкнулась с простейшей ситуацией, которая характерна для сотен наших городов. Вместо того, чтобы поддерживать исторический объект в хорошем состоянии, здесь просто поставили заборы и ограничили проход. Хорошо, отгородили от некоторых категорий людей. Но кому это поможет? Мы с коллегой честно и откровенно поднялись по лестнице, обошли ограждение и прошлись там, где мог бы ходить любой. И знаете что? Я не специалист, но тут гораздо лучше, чем в других местах. Тот же Изборск явно до восстановления был в худшем состоянии. А здесь нужно всего лишь укрепить то, что сейчас требует внимания. В первую очередь лестницу. И все. Особенно удивительно это выглядит на контрасте с другой частью Порохова. Да, это тот же город, та же река. Простейшее благоустройство, а насколько приятно глазу. Есть даже памятник Сифону и Бородио. Если кто не знает персонажей из шоу Наша Раша на ТНТ, вот уж чей памятник я точно не ожидал здесь увидеть. На этом мое видео заканчивается. Но мы с вами можем увидеться прямо сейчас в других видео из проекта «Открываем серебряное жерелье» и не только в этих видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. И как всегда отдельное спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать мой канал. Ссылки в описании под видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok